Продолжение следует... Наша пленарная сессия будет включать в себя разговор о том, какие существуют структуры, поддерживающие молодые образовательные стартапы или талантливых педагогов, которые создают инновационные методические образовательные решения, хотят распространять их, делиться ими и нуждаются в экспертной, информационной, финансовой, ресурсной, социальной и других видах поддержки. Мне особенно приятно модерировать эту секцию, потому что со мной здесь присутствует. Мой коллега по выполнению большого проекта об исследовании образовательной экосистемы Андрей Петрович Глухов. Он является ведущим экспертом нашей лаборатории инноваций в образовании, а также заведующим международной лабораторией киберсоциализации и формирования цифровой образовательной среды Томского государственного педагогического университета. Также я рада сообщить о том, что онлайн у нас будут трое дискуссантов, представляющих разные города нашей огромной страны. Во-первых, это будет Марина Садиева. Она является проректором по образовательной деятельности Томского государственного педагогического университета. Также с нами сегодня подключится Евгений Крамаренко, ведущий маркетолог компании Технопарк IT из города Челябинск. И я также очень рада буду приветствовать Евгения, поскольку он способствовал одному из наших исследований, которые мы проводили в Челябинской области, как раз посвященной экосистеме. И, наконец, с нами сегодня Евгений Бобров, руководитель проекта «Цифровой образовательный контент» и проректор Университета Иннополис из Казани. Тоже очень рады, что он нашел возможность к нам присоединиться. Я скажу пару вводных слов и передам слово докладчику. Наш подход к исследованию экосистемы базируется на том, что мы видим огромный потенциал для развития индивидуальных инициатив, сопряженный с возможностью взаимодействия инноваторов друг с другом, построения сетевых партнерств, взаимосвязей, обеспечения комплементарности, то есть когда люди дополняют ресурсы, компетенции, идей и мысли друг друга, и когда это происходит в неком гибком, управляемом и мягком формате. И вот то, какие существуют типы экосистемных взаимодействий, какие существуют форматы и какие эффекты и результаты они дают для качества образовательных инноваций, нам сейчас расскажет Андрей Петрович. Прошу вас. Спасибо, спасибо. Еще раз приветствую вас, уважаемые коллеги. Думаю, что в сегодняшний день зимнего солнцестояния, самый короткий день, мы с вами достаточно эффективно поработаем, переживем этот день, а дальше солнце начнет прибавляться, настроение будет подниматься и, безусловно, за зимой придет весна, а потом лето, но нам еще надо с вами встретить Новый год, тоже вас с этим заранее поздравляю. Так, коллеги, мой доклад будет посвящен, как вы видите, стратегиям и инструментам для обеспечения эффективной деятельности экосистемы образовательных инноваций. Надо сказать, что в 2022-2023 годах мы как раз пример эффективного такого комплементарного партнерства с лабораторией инновации в образовании проводили совместное исследование при поддержке российского национального фонда, посвященное мэппингу, посвященное кортированию региональных инновационно-образовательных систем. И, в общем-то, наш доклад — это некое обобщение и такая адаптация применения вот того опыта исследования, который мы наработали за последние два года. В 2023 году мы провели такую научно-исследовательскую экспедицию в Челябинскую область. Она продолжалась порядка двух недель. Вы видите, собрали большой массив данных, 91 интервью, 341 образовательный проект. В Хакасии чуть поменьше, но там мы и по времени пребывали, несколько меньше. Целью нашего исследования было описание процесса диффузии инноваций в рамках региональных экосистем. Почему нам важен экосистемный подход и в чем его отличие от такого традиционного анализа образовательной сферы? Экосистема подразумевает фокусировку на вертикальной и интегральной сетевой интеграции различных образовательных учреждений, различных отдельных инноваторов, если мы говорим о низовых инновациях. И если мы с вами берем традиционную ситуацию вертикальной соподчиненности, то понятно, что в рамках вертикальной соподчиненности действуют определенные механизмы мотивации принуждения и, в общем-то, не возникает каких-то проблем, связанных с взаимодействием образовательных организаций внутри вот этой вертикальной иерархии. Если мы рассматриваем с вами экосистему образования и исповедуем экосистемный подход, здесь акцент строится на сетевом горизонтальном сотрудничестве и возникает проблема эффективного партнерства. То есть каким образом достигнуть комплементарного партнерства, выгодного для участников? Причем обычно достаточно разнородных. Это могут быть, например, там те же самые музеи, библиотеки, образовательные учреждения. Это могут быть бизнесы, образовательные учреждения. Это могут быть какие-то стартапы, опять-таки, при поддержке бизнеса и так далее. Вот мы на основании нашего опыта попытались выявить какие-то ключевые такие предикторы, ключевые условия эффективного партнерства. К ним отнесли прежде всего наличие какой-то проблемы, лакуны, которая не решается в рамках одного образовательного учреждения. И поэтому эта проблема как бы подталкивает к поиску партнеров. Ну, один из таких ярких примеров, допустим, в Хакасии, Хакасский национальный государственный музей, у них есть элементы наскальной живописи, петроглифы. И вот поскольку они находились прямо в одной локации, в одном помещении с Кванториумом, они запартнерились, и Кванториум запустил, соответственно, дроны, которые сняли вот эти наскальные рисунки, и они легли там в основании соответствующей исторической экспозиции. Второй важный элемент, предиктор, это эффективный формат взаимодействия, потому что форматы взаимодействия тоже могут быть разные в зависимости от корпоративной культуры партнеров и от цели задачи, которые решаются. Это может быть и проектное сотрудничество, ну вот как, например, у нас лаборатория инновации в образовании. Это может быть консартинг, это может быть проведение совместных каких-то инновационных мероприятий. В общем, здесь подбирается как раз тот формат, который решает определенную задачу. И третье, но не последнее по важности, это наличие общей корпоративной инклюзивной культуры. Вот это тоже очень важно, это мы почувствовали и в Челябинске, и в Хакасе. Культура, которая характеризуется прозрачностью, характеризуется открытостью и готовностью к партнерству и взаимодействию, которая характеризуется созданием проектных команд под какую-то конкретную соответствующую задачу. Мы в нашем исследовании пытались рассмотреть ситуацию диффузии инноваций на трех уровнях – микро-, мезо- и макро-уровни. Но все-таки больший акцент, так исторически сложилось, мы делали на макро-уровне. И нам была интересна ситуация развития инновационно-образовательных региональных систем из фокуса органов управления образованием, из вот такой управленческой перспективы. И в рамках управленческого видения проблема диффузии инноваций, она прежде всего, наверное, трансформируется в вопрос поддержки, вопрос поиска драйверов развития инновационной экосистемы. И, соответственно, мы попытались выделить, какие институциональные механизмы и какие там культурные, соответственно, механизмы, связанные с инновационной корпоративной культурой, выступают в качестве драйверов и способствуют тому, что те или иные региональные экосистемы начинают быстро развиваться, впитывать в себя эти инновации и соответствующим образом транслировать их от одного образовательного учреждения к другому. И здесь мы, поскольку имеем в большей степени дело с низовыми инноваторами, мы постарались для вас вот эту ситуацию поддержки инновационных инициатив распаковать как бы с точки зрения отдельного инноватора, как можно экосистемный подход применить в отношении отдельного инноватора, на что он может обратить внимание в плане получения поддержки, в плане масштабирования, ускорения своего проекта и, соответственно, применить вот этот научный подход в какой-то своей практической деятельности. Ну, прежде всего, вот вчера об этом много говорили, необходимо отслеживать определенные тренды, которые господствуют там в национальной образовательной системе шире в глобальной и в том числе в региональной, потому что, как показывает опыт, в разных регионах, но существует определенная мода на определенные образовательные какие-то тренды. Вчера о тренд-центинге достаточно много говорили, поэтому вот здесь у нас некоторые тренды представлены. Я думаю, что вы уже, как бы повторяться не будем, вы уже в курсе этих ключевых глобальных трендов. Инновационные подходы – это вот такой, как бы, микс трендов и направлений деятельности. Здесь, видите, вот, может быть, вчера меньше этому уделяли внимание, а мы, поскольку исследовали Челябинск, где крупные промышленные предприятия, где достаточно важен вот этот фокус на взаимодействии с промышленными партнерами, партнерство с индустрией, проектное обучение, геймификация, вчера тоже об этом говорили, да, формирующая оценка, в том числе с помощью технологии искусственного интеллекта, потому что искусственный интеллект замечательно пишет различные рецензии. Вот мы с коллегами на одной из конференций общались из САС, Тюменской, соответственно, школы Тюменского госуниверситета, и преподаватель поделился с нами своим опытом перья такого доверия делегирования проведения экзамена в рамках промежуточной аттестации искусственному интеллекту. То есть он заранее предупредил студентов о том, что вот искусственный интеллект проверяет их эссе и, соответственно, пишет рецензии. Использование искусственного интеллекта дополнено виртуальной реальностью. Вот вчера там был вопрос относительно данного тренда, мы этот тренд тоже отметили. Понятно, что современные образовательные проекты так или иначе не могут находиться вне общего вот такого движения в сторону цифровизации образования, цифровой трансформации. Поэтому вот все инструменты, цифры, которые в последнее время очень активно развиваются, одни начали раньше, да, если мы говорим о онлайн-курсах, здесь можно вспомнить еще период пандемии, вторые там подтянулись. Вот 2023 год, это у нас явно год такого хайпа искусственного интеллекта. Ну, понятно, что если вы нацелены на развитие каких-то инноваций в образовании, вы не можете игнорировать вот этот тренд на цифровизацию. Что касается институциональных инструментов поддержки в рамках региональной системы, они, безусловно, важны. Здесь представлено несколько инструментов, на самом деле их гораздо больше. То есть речь идет не только о каоркингах, инкубаторах, акселераторах и там каком-то фандрайзинге, грантовом финансировании. Есть центры развития образования, есть федеральные инновационные площадки, есть спонсорские какие-то программы от наших коммерческих фондов. Там можно вспомнить тот же самый фонд Прохорова и фонд Потанина. Понятно, что инноватору для того, чтобы масштабировать каким-то образом и развивать свой проект, необходимо искать в рамках региональной системы вот эти инструменты поддержки и опираться в развитии своего проекта на те форы, которые здесь присутствуют. Что касается стратегии вот такого комплементарного партнерства, то, как показал опыт, сам случай эффективного партнерства не всегда имеет место быть. Мы в рамках наших исследований выделили даже две такие ступени. Это пассивный контекст взаимодействия партнерского и активный контекст взаимодействия. Пример пассивного контекста взаимодействия, когда, допустим, представители промышленных предприятий приходят на государственную итоговую аттестацию, то есть они дружат с образовательным учреждением, дружат с университетом, но они приходят в конце, когда специалист уже подготовлен, когда он получил те или не те компетенции, они в этом не участвуют, а приходят уже в качестве купцов, которые выбирают лучших выпускников с соответствующими компетенциями и забирают их к себе на производство. У нас были такие кейсы в Челябинске, например. Активный контекст взаимодействия, он предполагает участие партнеров еще на стадии проектирования, например, образовательной программы, когда представители промышленности, бизнеса приходят, заказывают развитие определенных компетенций. Хорошо, если финансово вкладываются в инфраструктуру, создают совместные лаборатории. Ну и более вот такое тесное взаимодействие, оно, конечно, способствует более эффективному партнерству. Партнерства, возможно, разные. В последние годы все больше различных организаций, относящихся к Министерству культуры, к креативным индустриям, музеям, библиотеки, театры, чувствуя изменение своей роли, потому что в те же самые библиотеки ногами уже достаточно мало идут люди, читатели. Они начинают искать какие-то новые роли в рамках как раз образовательного пространства и активно идут на контакт, активно идут на взаимодействие. То же самое касается родительских сообществ. Мы все знаем, что родители становятся все более требовательными и все больше стараются как бы в этом отношении вмешиваться в учебный процесс. И, наверное, это хорошо, потому что это один из главных стейкхолдеров. Поскольку в рамках подобного взаимодействия меняется сама ролевая модель, здесь надо говорить о том, что от инноваторов требуется быть такими людьми. Человек-оркестр. Почему? Потому что ты должен быть и контент-мейкером, ты должен быть и продюсером. Вчера, например, Яков Сомов нам говорил о соответствующей разработке онлайн-курсов вместе с искусственным интеллектом. Ты должен обладать соответствующими цифровыми компетенциями, айтишником, соответственно, рекламистом, который занимается продвижением своего продукта. И происходит вот такая как бы смена ролей, тоже один из трендов, который мы отметили в рамках нашего исследования, когда, с одной стороны, какие-то иммерсивные культурные организации типа музеев начинают заниматься образованием в развлекательном формате, ночь музеев, например. И, наоборот, образовательные организации все больше включают элементы геймификации опять-таки в свою деятельность. Поэтому для инноваторов важно осваивать эти компетенции, которые относятся прежде всего, наверное, к мягким навыкам. Что касается стимулирования и креативности, ну, видите, на экране нескольких таких общих советов, это, как бы, понятно, капитан очевидность. Здесь я бы отметил только одно, что все мы в рамках нашей образовательной системы часто профессионально выгораем. То есть огромный объем отчетности, особенно в государственных образовательных организациях, там, проведение каких-то формальных мероприятий приводит к тому, что на творчество, на креативность остается очень мало и времени, и, главное, энергии. Но, тем не менее, для того, чтобы двигаться вперед, необходимо черпать где-то вдохновение, необходимо каким-то образом искать вот эти источники креативности. Важным элементом является оценка и мониторинг. Понятно, что если мы исходим не из процессного подхода, а из проектного подхода, любой проект имеет начало и конец, поэтому нужно выставить определенные KPI-показатели и постараться эти KPI замерить. И, честно, получив обратную связь, постараться оценить результативность на этом каком-то промежуточном этапе. Вот у нас в Томске был такой интересный клуб неудачников в бизнесе. Они собирались и рассказывали, но это все, конечно, транслировалось там на широкую аудиторию, почему у них не получилось. То есть очень важно понять, в том числе и момент, связанный с теми ошибками, которые были допущены для того, чтобы снова возродиться, наверное, как птица Феникс в следующем проекте. Ну и если в целом обобщить, для чего экосистемная рамка видения образовательной системы инноваторам? Ну, во-первых, обеспечение понимания целей, приоритетов в контексте, потому что в рамках различных региональных систем инновационно-образовательных разные могут выставляться цели, в моде находятся какие-то разные тренды. Но вот если, например, говорить о Хакасии, мы отметили такую у них как бы установку традиция как инновация. То есть инновация как возрождение каких-то либо национальных истоков, либо, например, возвращение опыта отчасти советского, наставничества, раздельное обучение там мальчиков и девочек и так далее. Для Челябинска очень характерен был фокус именно на взаимодействии с промышленными партнерами. Нам все образовательные учреждения доносили свою боль о том, что вот что-то у них получается в этом взаимодействии, что-то не получается. Но вот они и финансово, и по своим выпускникам направлены на обеспечение деятельности вот этих крупных промышленных предприятий. Ресурсы и поддержка. Мы об этом уже много с вами говорили. Сети и партнерство тоже важно. Эти сети и партнерство создать, опираясь на соответствующий культурный капитал, на корпоративную общую инклюзивную культуру. Установление повестки для инноваций тоже в начале мы с вами говорили о том, что необходимо следить, осуществлять вот тот трет-сеттинг, который на сегодня наиболее актуален. Ну и теперь, наверное, мы должны предоставить слово нашим дискуссантам, которые представляют у нас разные элементы вот этой единой образовательной экосистемы. Я очень рад, что они у нас представляют разные регионы, начиная от Казани, через Челябинск и заканчивая Западной Сибирью, городом Томском. У нас получается такой как бы региональный клуб общения, и это здорово. Спасибо. Да, спасибо огромное, Андрей Петрович, за такой увлекательный, обширный «Хеликоптер-вью» на то, каким образом функционирует, существует образовательная экосистема, какие форматы она реализует и как она проявляет себя. И сейчас мы чуть подробнее раскроем отдельные кейсы, и также, наверное, наши дискуссанты поделятся с нами и общими соображениями о закономерностях развития экосистемы. И я рада приветствовать первого нашего дискуссанта. Мария Станиславовна, вы с нами? Да, добрый день, я с вами. Здравствуйте. Да, здравствуйте. Мы хотим предоставить вам слово и хотим попросить вас рассказать немножко про кейсы методического сопровождения педагогических и управленческих кадров, которые вы осуществляете в Томском государственном педагогическом университете. Возможно, какие из этого рождаются инновационные практики, как это поддерживает талантливых педагогов, и также отозваться на то, что прозвучало в первой части нашей секции. И такой небольшой технический вопрос. Марина Станиславовна, удобно ли вам будет самой запустить вашу презентацию? Да, давайте я сейчас попробую сразу демонстрирую. А если что, мы подстрахуем. Пока система пишет, что я не могу запустить демонстрацию, потому что демонстрация учитывает другой участник. Снимите, пожалуйста, предыдущий. Петрович, да, просто остановите. Сейчас должно получиться. Да, все получилось видно? Мы все видим и очень внимательно вас слушаем. Так, сначала поехали. Значит, коллеги, опыт, о котором я хотела сегодня рассказать, это опыт Умского государственного педагогического университета в рамках реализации концепции Единой федеральной системы научно-методического сопровождения педагогических работников и управленческих кадров. Именно в рамках данной концепции в течение 2023 года мы работали с рядом регионов по заданию Министерства просвещения Российской Федерации и, соответственно, сопровождали те проектные инициативы, которые генерировались региональными командами. Об этом хотела рассказать, переделиться о том, какие содержательные и организационные моменты мы для себя открыли, проработали и куда теперь растут эти регионы. Значит, в целом данный процесс, данная задача была поставлена в 2023 году педагогическими университетами, Министерством просвещения в связи с тем, что мы стали учреждениями подведомственными, непосредственно Минпросу. Да, и теперь задача перед, стоящая перед каждым педагогическим университетом, это интегрироваться в образовательное пространство регионов, потому что, помимо традиционных задач по кадровому обеспечению региональной системы образования, педагогические луны могут встраиваться еще и в направлении научно-методического сопровождения педагогических работников управленческих кадров, ну и, конечно же, инновационной деятельности. И по данному направлению, конечно же, в каждом педагогическом университете в программе развития есть отдельные мероприятия, да, и прямо вот эта задача, она аккумулирует ресурсы университета для сопровождения действующих педработников и их инновационных правил. Понятно, что еще два ключевых документа это концепция подготовки педкадров, мне тоже говорится про научно-методическое сопровождение. Ну и в целом, таким образом, мы шли к тому, что все педагогические университеты на сегодняшний день включены в единую систему научно-методического сопровождения педработников и управленческих кадров. Через госзадание нашему университету была поставлена данная задача, и мы работали с пятью регионами, о которых я, в принципе, сегодня и буду рассказывать, да, это Иркутская область, Красноярский край, Томская область, Херсонская область и Донецкая народная республика. Для нас это совершенно разные регионы, совершенно разной представленностью, как говорят, региональных сегментов научно-методического сопровождения, потому что не только численность населения имеет значение, да, но мы понимаем, что и новые территории, совсем другая инфраструктура, совсем другие ресурсы в настоящий момент. В течение года большое количество совместных мероприятий были проведены и в очном, и в онлайн-формате, и вот о том, что же делали и ради чего. Значит, немного напомню для тех, кто подзабыл, а если для кого-то информация как бы новая, ну, тогда, ну, известная, да, то она, наверное, просто специфика Томской области на примере расскажет, да, то есть вообще, когда мы говорим про сегмент научно-методического воспровождения педработников управленческих кадров, что вкладывается в это понятие. Конечно же, организации федерального уровня и далее по цепочке вниз регионального муниципального. Конечно же, на федеральном уровне у нас есть академия муниципального освещения как координатор единой федеральной системы, есть научно-методический центр, есть те или иные автоматизированные информационные системы, и, конечно же, этот федеральный сегмент ставит задачи регионам. Так вот, например, в Томской области в региональный сегмент научно-методического сопровождения входят и органы исполнительной власти. Мы понимаем, что у них в полномочиях точно идет управление системой образования и государственной политикой системы образования на территории региона. И муниципальные органы управления образования, и, например, опять же, в Томской области подчеркнули, что у нас 20 муниципалитетов, и есть такие муниципалитеты, где от одной другой школы более 800 километров. Соответственно, это такая большая разбросанность и большой запрос педработников на сопровождение. В региональный сегмент входят педагогические университеты, организации среднего профессионального образования, которые готовят по 44-й группе, институты развития образования или повышения квалификации. И далее, созданные в рамках нацпроекта образования ЦНППМ, Центр непрерывного повышения профмастерства, ЦОПы. Я думаю, что все эти аббревиатуры вам хорошо знакомы. И научно-методические центры, которые есть, конечно, не в каждом регионе, но вот в нашем университете они есть, поэтому Томская область имеет научно-методический центр. И вот это помимо профсообществ, помимо муниципальных метод служб, в любом случае вот это те игроки, которые на сегодняшний день в рамках концепции ЕФС осуществляют сопровождение действующих кедрогических работников и управленческих кадров. Сопровождение в части содержательных линий, в части методики, ну и, в принципе, наверное, по запросам. И когда я говорила про те пять регионов, с которыми мы имели опыт работы в 23-м году, я как раз апеллировала к тому, что в Херсонской области и в Донецкой Народной Республике на сегодняшний день региональный сегмент совсем иначе представлен. То есть там, начиная даже с того, что на сегодняшний день нет центров научно, извините, центров непривного повышения профмастерства, нет СОПов, да, и даже мы понимаем, что не во всех регионах есть педагогические университеты и педколледжи. Значит, в течение года со всеми перечисленными регионами с целью научно-методического сопровождения были проведены установочные мероприятия, были проведены очные выездные сессии, когда собирались вот все те игроки, которые я ранее перечислила. И, конечно же, для работы мы подключали федеральных экспертов, дабы они со своих позиций и полномочий в том числе видели, какие приоритетные задачи сейчас выделяют для себя регионы в части сопровождения в основных проектов и где, возможно, требуется федеральная поддержка. Вот эта работа продолжалась с апреля по декабрь, буквально две недели назад на площадке международной выставки форум «Россия» в 57-м павильоне мы как раз участвовали в итоговом мероприятии, когда уже вузы-координаторы представляли те ключевые проекты, которые сформировались сейчас уже по итогам практически годовой работы. Значит, вот данных мероприятий очень много что получилось разместить в информационном пространстве, для того, чтобы и другие коллеги могли откликаться и участвовать возможно в дальнейшей совместной работе. то есть и на официальных сайтах органов госполу власти и в сети ВК размещали много постов и в принципе на сайте педагогического университета тоже, естественно, есть соответствующие страницы, где можно детальнее почитать, посмотреть, какие проекты были разработаны, что было сделано. Значит, вот несколько слов теперь о самих проектах. Вы видите уже ту аккумуляцию, которая получилась по итогам работы, когда регионы действительно выбирали те проекты, которые а. востребованы, б. реализуемы, ну, а дальше все стандартные критерии проектной деятельности, да, то есть ограничены по времени, да, где понятны рисунки и так далее. Есть, как вы видите сейчас на экране, проекты, которые посвящены включению реального сектора экономики в содержание образования. И в данном случае, например, Иркутская область и педагогические работники, управленческие кадры Иркутской области, с которыми мы работали, а это и представители дошкольных образовательных организаций, и школы, и ДОПы, и СПО, и ВУЗы, и ИРО, вот они посчитали, что для Иркутской области на сегодняшний день это прорывной важный момент, на который бы они хотели сейчас бросить свои ресурсы. Соответственно, Красноярский край работает про краевые инновационные комплексы, как практики, опережающие в развитии системы образования. И могу подчеркнуть, что в Красноярском крае очень сильная команда, которая в течение возначенного периода проводила очень много встреч и действительно предлагала те продукты, которые позволят их системе образования продвинуться вперед. В процессе вообще создания этих проектов, еще раз повторюсь, что точно рассуждали про нужность. Не просто проект ради проекта, не просто документ в том, а что на сегодняшний день действительно востребована региональной системой образования. И как педагогические университеты могут в нее включиться с точки зрения научно-методической поддержки. В Томской области проект, который был предложен, был посвящен научно-методическому сопровождению педагогических работников, которые работают в субсидиарных сущностях, которые созданы в рамках нас проекта образования. Речь про то, что точки роста, эти кубы, добра, школа, вот все эти сущности, которые были созданы, конечно, сегодняшний день они по брендбуку, они оборудованы, но иногда у педагогических работников встает вопрос, а кроме того, что ознакомятся с инструкцией к оборудованию, а что еще можно делать, а какова будет уникальность использования этого оборудования. И вот здесь необходима научно-методическая поддержка и сопровождение. Ну, говоря про Херсонскую область и про Донецкую народную республику, еще раз я внушу к тому, что инфраструктурно регионы отличаются от того, что есть в других регионах Российской Федерации, поэтому их проекты долгосрочные и быстрых результатов там как бы невозможно ожидать. И вот сейчас на слайде вы видите уже аккумуляцию всех пяти проектов, которые были заявлены регионами, с которыми мы работаем. Все сошлись в том, что игроки, которые на сегодняшний день включены в научно-методическое сопровождение, в основном разрознены. У них не всегда есть единая цель и главное единый механизм взаимодействия. Поэтому общий региональный проект, который сейчас на стадии доработки для того, чтобы реализовывать, это его цель создания механизмов интеграции как процессов, так и результатов деятельности вот тех всех сегментов, которые я перечислила. И предполагается, что создание данного механизма реально через проведения цикла стратегических сессий через разработку продуктов, которые, опять же, вы видите на экране. Это и алгоритмы взаимодействия, и в этом случае Иркутская область сейчас делает алгоритм, который завязан как раз на реальный сектор экономики, Томская область делает алгоритм, завязанный на субсидиарные сущности. Второй продукт это координационный совет, потому что он будет уполномочен обеспечивать координацию между организациями разного подчинения федеральными вузами и региональными органами с полувласти и муниципальными школами. Координация работы именно с точки зрения научно-технического сопровождения, потому что мы понимаем, что бюджеты и правовая база отличаются. И третий продукт это, конечно же, АИСК, потому что мы понимаем, что на сегодняшний день без больших данных, без цифрового конструктора, ручным трудом мы с вами будем очень медленно идти по достижению вот такого взаимодействия. И понятно, что без доп. ресурсов это невозможно. Неспроста мы пишем про участие всех сегментов, всех объектов регионального сегмента ИФС. Речь опять же приведу к примеру Херсонскую область, в которой не создана сейчас Центр научно-технического сопровождения, а в следующем году регион заходит на всероссийскую модель аттестации и разработчиков. Таким образом, задача поставлена, но не все ресурсы на сегодняшний день у региона есть. А почему же не обратиться в этом случае к институтурным ресурсам другого региона, например, Красноярского края или Иркутской области и, соответственно, на уровне правительства говорить про перераспределение бюджетов, и тогда эта задача научно-техническое сопровождение для Херсонской области может быть реализована другим субъектом Российской Федерации. Ну и говоря про меры поддержки, конечно же, мы говорим про дофинансирование, потому что та же АИСКа без данного продукта, без данной меры поддержки невозможно. Ну вот, если кратко, дабы соблюдать тайминг, я рассказала то, что хотелось довести до вашего сведения. Мы этот опыт будем продолжать, он для нас новый, новый именно на уровне межрегионального взаимодействия. И вот две недели назад опять же на международном форуме мы получили поддержку и от Академии именпросвещения, и от Государственного университета просвещения, и от других регионов включаться в этот процесс, потому что действительно он правильный, понятный, и вместе мы хотим двигаться в этом направлении. Спасибо за внимание. Марина Станиславовна, спасибо вам огромное за такое детальное раскрытие интересного кейса. Благодарю вас и передаю слово Евгению Крамаренко. Евгений, доброе утро. Здравствуйте. Мы вас отлично слышим, видим, это прекрасно. Мы хотели бы попросить вас немножко рассказать про ваш IT-парк, какую роль занимает поддержка образовательных проектов. Возможно, каким образом вы сотрудничаете с образовательными организациями, школами, университетами. И, наверное, такой более, может быть, философский вопрос. Видите ли вы потенциал расширения участия именно образовательных проектов в таких вот IT-парках, в венчурных фондах, в акселераторах, то есть заход образовательных инициатив в эту сферу? Коллеги, очень большое спасибо за приглашение, во-первых, а во-вторых, наверное, тут очень глубокий симбиоз всего этого действия происходит, потому что, допустим, мы заинтересованы в том, что появлялись стартапы, которые приходили бы к нам, чтобы мы могли вкладывать в какие-то проекты, чтобы в дальнейшем потом мы могли из этих проектов выходить, и это уже были крупные компании, наша доля в этой компании была довольно-таки существенная. Это одна из механик зарабатывания денежных средств, скажем так, в нашем коммерческом технопарке. И здесь возникает интересный момент. Заключается, в том, что у нас после большого периода всяких инфоцыган и других каких-то таких странных деятелей, которые вроде бы из системного образования, но они как бы скорее не из системы, скорее из мошенничества, то нужно все время, как раз первый наш спикер как раз говорил о том, что нужно заниматься одновременно и рекламой, и саморекламой, заниматься вопросами своей деятельности. Нам пришлось заниматься своей репутацией, потому что нам нужно отстраиваться от тех, кто просто говорит, что обратитесь к нам, и мы вам поможем заработать очень много денег, чтобы нас воспринимали как полноценный, хороший, качественный эксперт. Для этого мы в этом году начали проводить совместные мероприятия с местной радиоактивной бизнес-фм и научно-публической библиотекой, где наши президенты, действующие предприниматели технологические, могли рассказывать о своих книгах, потому что рассказы про успешный успех уже не вызывают никого доверия, а когда люди делятся и рассказывают про инструментарий, который он в общественном доступе находится, и он находится в публичной библиотеке, то это вызывает резонанс и довольно-таки интерес большой к аудитории. Как недавно рассказали коллеги, за период нашего совместной деятельности у них вырос показатель выдачи книг электронных цифровых с 39 тысяч книг до 44 тысяч книг. Это люди, которые стали заинтересоваться научной деятельностью, стали интересоваться научными вещами, что можно дистанционно заниматься получением нужной литературы для того, чтобы прорабатывать свои какие-то теории идеи, и в дальнейшем можно было коктейлом прийти к нам и заниматься уже непосредственно предпринимательской деятельностью. И вот все больше и больше у нас выстраивается вот такое взаимодействие между различными субъектами образовательной деятельности в регионе. Публичка это один из элементов этого всего действия, есть также взаимодействие со школами, мы все больше и больше погружаемся в этот процесс, чтобы с детства мотивировать людей к инженерной деятельности. Даже не к IT-деятельности, а именно к инженерной деятельности. Потому что чем больше, тем лучше будет происходить. Это с одной стороны. С другой стороны, мы в этом году начали выстраивать взаимоотношения с местным университетом после того, как их студенты приняли в наших питчингах. Вот они проводят свой собственный внутренний акселератор. Проектом предлагается пройти наш питчинг, чтобы действующие опять-таки предприниматели могли им дать свои рекомендации, как им выстроить свою бизнес-модель. Потому что, как выясняется, людям очень сложно это все как-то делать. Коллеги? Евгений, благодарю вас. Давайте тогда... По поводу презентации, то, что я сейчас вижу в чате, написали. У меня презентации на самом деле не было, но я хочу показать парочку вещей, которые у нас мы готовили для другой конференции, скажем так. Потому что не было возможности, скажем так, из-за нашего плотного графика. Но хочу донести вот такие ряд вещей, которые должны быть вам полезны. Во-первых, это наши исследования, связанные с причинами неуспеха стартапов. Потому что вообще у нас основная проблема в стартап-движении, скажем так, это ориентир на тех, у кого получилось, но не изучение вопросов, у кого не получилось. И вот то самое отсутствие потребностей на рынке, закономочность, финансирование и неподходящая команда оказалась вне конкуренции. Это основные причины, из-за чего стартап-проекты не удаются. И это важный показатель, который с помощью питчингов, которые мы проводим у себя, когда действующие предприниматели за 2 минуты выслушивают мнение, выслушивают проект, и потом рассказывают свое мнение в течение 5 минут, доносят до студентов. Это уже начало такой менторской подготовки и экономия сил и средств студентов, чтобы они не разрабатывали, не прорабатывали проект, который изначально с большой вероятностью он мертворожденный будет. Это первый момент. Второй вопрос по поводу технологии. Надеюсь, видно примеры модерной технологии, то, как мы это понимаем. Потому что мы проанализируем с помощью Google Trends количество упоминаний СМИ тех или иных технологий. Отчетливо видно, что 8-10 год это мобильные приложения, потом все начали густить бизнес-экосистемы, которые до сих пор идут, маркетплейсы, потом вспышка Smart City. И я вам хочу сказать, что за тот период к нам как грек-оператору Сколково пришло около шести проектов, связанных с умным городом. И некоторые из них это хорошо качественно проработанные модели, хорошо проделанные вещи. Но очень часто это бывает, когда мы на фонарный сторб поставим Wi-Fi роутер и таким образом назовем это частью умной технологии города. И сейчас, когда у нас проходил питчинг проектов, то есть 40 проектов приняли участие в питчинге, наверное, процентов 75 из них, они так или иначе пытались в презентации указать, что у них будет искусственный интеллект. Потому что это хайповая тема, это популярная тема. Но когда ты начинаешь задавать вопрос, а что там, какую функцию будет выполнять искусственный интеллект, с этим возникают проблемы. Поэтому опять-таки Андрей Петрович, там было высказывание, что Smart Tosk и цифровизация очень важны в процессе образования. Не для всех видов деятельности, как нам кажется, потому что где-то грифельная доска и мелок, допустим, в математике, может дать больше результата, потому что тактильные ощущения дают больше результата. Опять-таки в подтверждение этого у нас есть резидент компании «Новаться детям», который делает умные песочницы, когда как раз-таки взаимодействие руками с какой-то мелкой моторикой провоцирует делать какие-то мозговые активности, скажем так. еще пример, давайте, чтобы быстро и не сильно тратить ваше время. Это вот наша основная воля, это долина смерти инноваций, потому что когда студенты разрабатывают какие-либо проекты, либо школьники, они могут получить на первых стадиях развития своей компании довольно-таки легко финансирование по программе «Умник», по программе «Стартап» вместо «Диплома», по программе «Никор-исследование от Фонда Содействия и Инноваций». Вот здесь деньги получаются, но потом им нужно как-то развиваться и проходить этапы развития бизнеса, чтобы у них появилась четкая бизнес-модель, чтобы они могли зарабатывать деньги. Здесь вот да, Фонд Содействия и Инновации Сколкова от ВБРФ, они могут помогать и оказываться действовать, но в России очень слабая история с наставничеством. И здесь, наверное, вот история с тем, как бы выстроить эту работу по наставничеству от предпринимателей, опытных предпринимателей начинающих, это было бы очень важным моментом, потому что, как вы видите, здесь указывается исследование опять-таки Фонда Сколкова, что слабые коммерциализации проектов, непонимание рынка, сложности в софт-скиллах, они приводят к тому, что стартап-проекты не выживают. Мы провели исследование относительно недавно и выяснилось, что порядка, по-моему, 5% всего лишь выживают проектов, которые получают финансирование Фонда Содействия Инновации по 1 миллиону рублей для проработки научной разработки. И это среднестатистический показатель, но чтобы его чуть-чуть повысить, уже в принципе достаточно со студентами проговорить, чтобы они понимали, насколько это коммерциализированный проект, какая бизнес-модель здесь может подойти, потому что очень часто человек что-то хочет сделать, потому что это модно. И вот это очень опасная история, и она очень сложна и в образовании, как мне кажется, так и в технологическом потребности. Собственно говоря, на этом, наверное, я остановлю демонстрацию экрана. Если у кого-то есть вопросы, готов ответить на самом деле, потому что мне кажется, в дискуссии чуть-чуть больше должно быть пользы, чем огромное спасибо, Евгений. Я считаю, очень ценно, что вы подсветили не только существующие форматы поддержки, но также определили какие-то опасные точки перехода, риски, моменты, на которые инноваторам стоит обратить особое внимание. В том числе немножко проанализировали это попадание в долину смерти, которого всем желательно избежать. Теперь я думаю, что мы вернемся к вопросам после выступления третьего дискуссанта, чтобы мы не выбивались из тайминга, поэтому я сейчас рада передать слово Евгению Боброву. Евгений Сергеевич, вы с нами, вы нас слышите? Да, да, коллеги, слышу. Да, мы попросим вас рассказать немного о деятельности Иннополиса, который является не только участником инфраструктуры поддержки, но также и создателем отдельных дополнительных площадок поддержки инициатив, и может быть немного детальнее о вашем опыте участия в федеральном проекте прикладные инженерные школы, что он дает университету. Возможно, вы также немного поделитесь тем, какие дополнительные точки роста экосистемы образовательных инноваций вы видите. Передаю вам слово. Да, коллеги, еще раз добрый день. Соответственно, хотелось бы чуть больше рассказать про то, как мы стараемся менять или актуализировать не только образовательные программы, но и какие-то инструменты взаимодействия с студентами, а также более активно вовлекать компании-партнеры, участвовать в работе с нашими студентами, ну и в том числе получать дополнительное финансирование. Да, вот как раз в рамках передовых инженерных школ у нас были созданы ряд образовательных программ, в том числе по баклариату, по магистратуре и, конечно, здесь у нас есть компании-партнеры, с которыми мы работаем, то есть это и ВК, и Газпром, МТС, которые, собственно, заинтересованы не только в разработке фронтирной задачи, но и в целом заинтересованы в наших студентах-выпускниках. При этом хочется отметить, что с точки зрения как раз образования одна из ключевых задач в реализации образовательных программ это были инновации, новые подходы к взаимодействию между студентами, преподавателями, студентами и индустрией. Мы, соответственно, для каждой из образовательных программ постарались сделать определенное цифровое образовательное пространство, и вот про них я, наверное, хотел бы сказать чуть более плотно. Но вначале я скажу немножко с точки зрения структуры обучения. Соответственно, у нас программы магистратуры, они максимально практикоориентированы, и, собственно, обучение идет не по семестрам, а по триместрам, то есть ребята учатся в том числе и летом. Получается, осенний, весенний и летний триместр. За счет этого получается максимально интенсивно провести обучение в первый год, и второй год оставить уже на индустриальную практику, на стажировку, на предипломную практику, и это все, что связано непосредственно с работой в компании. Соответственно, после первого года обучения студент уже идет работать в компании 24 на 7, на полнорабочий день, и, соответственно, его задача это подготовить диплом, в основном применяя полученные знания, навыки, умения на практике. Мы также переформатировали программы бакалавриата, когда полтора года студенты изучают фундаментальные дисциплины, вторые полтора года это идут уже такие траки, направленность на одно из направлений, ну и последний год студенты тоже уже могут работать в компании на полнорабочий день, у них уже нету очных занятий, все, что у них им необходимо сделать, это работать с ментором, работать с руководителем дипломной работы и, соответственно, закрывать практическую работу. Но при этом вот в первые полтора года и вторые полтора года студенты неразрывно работают с индустрией и получают индустриальные проекты. Как мы этого добиваемся? То есть с точки зрения именно информационных технологий мы со своей стороны начали задумываться в том, чтобы максимально не просто обучать студентов работы с какими-то инструментами, а скорее выстроить у нас экосистему, которая используется в компаниях-партнерах. То есть если мы говорим про разработку ПО, есть определенные программные решения, которые связаны в один большой комплекс, то есть это и программирование, и сборки, и тестирование, и релиз, развертывание программных решений, то есть виртуализация, потом средства для мониторинга эксплуатации систем, ну и, соответственно, дальше проектная деятельность. Вы видите, что большинство из систем не российского производства, не большинство, все, и мы со своей стороны тоже стараемся заместить эти решения либо на решения с открытым исходным кодом, либо на решения, которые создаются в рамках нашей передовой инженерной школы. Здесь как раз инновационный подход состоит в том, что студенты буквально с первых дней обучения сразу погружаются в экосистему и программную инфраструктуру, очень схожую с инфраструктурой компании, и, соответственно, если студенты начинают работать, выполнять задания, они выполняют их точно так же, как выполняют разработчики. Таким образом, то есть студенты, скажем, подходят к концепции learning by doing. Второе, что очень важно, это как раз проектные составляющие, когда студенты, допустим, первого года обучения начинают изучать программирование, то есть они собираются в команды и выполняют роль разработчиков. Второго года это роль тестировщиков, третьего года это роль архитекторов, девопс-инженеров и магистратура это, собственно, руководители команды. Таким образом, мы можем взять один проект от компании и соединить разных студентов, разных лет обучения в одну команду, где одни выполняют роль разработчиков, вторые тестировщиков, третьи как раз инженеров и так далее. От года к году студент меняет роль, меняет проекты, но при этом работает в экосистеме. Вторая важная у нас лаборатория это киберполигон, то есть здесь как раз мы создали такое большое виртуальное пространство с кейсами, с практиками, где есть несколько стендов по работе со студентами. И он также привлек достаточно много компаний и партнеров, которые готовы вкладываться как в решение своих программ, так и в целом в сотрудничество с университетом и сотрудничество со студентами. Вот про этот кейс я, наверное, хотел бы рассказать чуть более подробно. То есть на данный момент у нас уже 16 компаний-партнеров, которые предоставляют свои классы средств защиты и эти средства, эти программные решения внедрены в процесс обучения. То есть получается, что у нас студенты используют различные инфраструктурные решения или отдельные решения компаний-партнеров. Компаний-партнеров также сейчас включаются в процесс обучения как своим решениям, так и в целом по решениям с кибербезопасностью и с устойчивостью. Соответственно, здесь мы разделили работу на несколько стендов, то есть это и анализ безопасности кода, так и на корпоративную инфраструктуру, то есть расследование киберпреступлений и так далее. Таким образом, у нас у студентов появляется возможность отдельно запускать различные решения и таким образом повышать свой уровень, переходя от одного стенда к другому. При этом процесс обучения тоже разделен на несколько блоков, то есть это идут и отдельные курсы, которые они изучают, и тренажеры, на которых они могут оттачивать свои навыки. Здесь же есть и киберучение с точки зрения как раз компании, точнее, атак на инфраструктуру, для того, чтобы в дальнейшем смотреть, как можно на инфраструктуру защитить, работа с квалификацией, ну и различные турниры. Собственно, это и позволяет нам соединить работу с компаниями, дать практические знания студентами, и вот этот инновационный подход, он максимально заинтересовывает не только компании, которые предоставляют свои средства защиты информации, но и компании, которые сейчас востребованы в индустрии, то есть, вот, пример, Яндекс, и ВК, и Газпром, они максимально заинтересованы в том, чтобы адаптировать эти решения и взять выпускников работать совместно. Соответственно, мы сейчас запускаем, в том числе, и онлайн-магистратуру, для того, чтобы можно было взять уже текущих сотрудников организации и уже в командной работе с этими ребятами повысить их квалификацию до, соответственно, специалистов в кибербезопасности. С всей стороны, мы также разработали Кибергород. Это такая виртуальная среда, в которой есть различные цифровые двойники предприятий, то есть, это и банк, и аэропорт, и электрические компании, больницы, просто компании, разработчики которых студенты могут, во-первых, попытаться взломать, во-вторых, попытаться защитить, то есть, одна команда ломает, другая команда защищает в активном режиме и расследует угрозы. Соответственно, все курсы, все тренажеры, они также выполнены в этом же пространстве и позволяют как раз развернуть всю инфраструктуру на своей рабочей машине через браузер, таким образом обучаться из любой точки мира. При этом как раз вот этот интерес в рамках киберполигона, он дает возможность сотрудничества в сетевой форме, то есть, к примеру, сейчас мы с московским политехом запускаем общую сетевую программу по магистратуре по информационной безопасности, где университет на московский политех выступает в рамках базовой организации, мы в качестве организации участника, которая предоставляет в том числе и киберполигон. При этом ребята приезжают к нам на семестр, у них есть возможность заниматься в нашей киберфизической лаборатории, специально разработанной под это направление. На этом с точки зрения презентации у меня все. Здесь, наверное, хотел бы добавить, что очень важно успех взаимодействия как с индустриальными партнерами, так и с партнерами-университетами заключается в том, чтобы не только пытаться создать сетевую программу, а в том, чтобы можно было использовать какие-то новые инновационные инструменты в обучении, которые как раз соединяют и индустрию, и компании-партнеры в единое целое и позволяют двигаться дальше. Коллеги, спасибо. Евгений Сергеевич, огромное спасибо за то, что детально раскрыли такой ценный кейс комплексного подхода к созданию инновационной экосистемы на базе Иннополиса. И я думаю, что теперь у нас есть время для того, чтобы аудитория отозвалась на четыре таких интересных выступления. Я предлагаю вам задавать вопросы. Если вы хотите задать вопрос, то вы можете поднять руку, и наши помощники поднесут вам микрофон. Пожалуйста. Здравствуйте. 192-я гимназия Санкт-Петербург. Вы знаете, у меня, послушав про инновации, возник такой вопрос. Как вы считаете, для среднестатистического ученика, или как в данном случае мы говорим больше про студентов, что полезнее, инновационная образовательная среда точечная в каждой школе, в каждом вузе, в каждом регионе, или общесистемная продуманная, и можно ли рассматривать вот эту точечную образовательную среду как элемент конкуренции между образовательными учреждениями? Уточните, пожалуйста, кому именно был вопрос? Вот по дому человеку. Спасибо. Смотрите, если говорить о том, на чем все-таки делать акцент на какой-то вот такой инновационной образовательной среде учреждения или региональной, федеральной, так я понял, да, ваш вопрос, то одно другое не исключает. Вот наше исследование показывает, что каждый игрок образовательной системы, если он хочет куда-то продвинуться, и об этом были, кстати, сообщения наших дискутантов, он выстраивает вокруг себя соответствующую экосистему партнерств, завязывает связи, завязывает соответствующие взаимодействия и контакты. С другой стороны, со стороны региональной экосистемы, со стороны федеральной экосистемы нужны ресурсы, нужна поддержка информационная, финансовая, консультационная и так далее, чтобы вот эти небольшие экосистемы, образуемые каждым образовательным учреждением или каждой какой-то инновационной командой, они масштабировались, то есть их нужно поливать, их нужно взращивать, их нужно развивать. Давайте дадим еще, наверное, возможность. Да, я даже думаю, может быть, будет справедливо, если мы будем комбинировать вопросы аудитории оффлайн и онлайн, Анастасия, скажите, пожалуйста, есть ли у нас какие-то вопросы в Zoom неотвеченные? Нет, пока вопросов нет, коллеги из Zoom мы вам напоминаем, что вы можете также написать или поднять руку и задать вопрос голосом. Тогда, пожалуйста, еще вопросы из аудитории, да. да, да, вот там вот, пожалуйста. Добрый день, меня зовут Ярослав Побежук, вопрос представителю Иннополиса. Насколько интересно в вашей лаборатории DevOps обучать студентов на непосредственной разработке какого-либо IT-решения, ну, в виде кейса? То есть вы говорите сейчас, что моделируете кейсы какие-то обучающие для вот этой вот лаборатории либо эти готовые кейсы от какой-либо компании, там частыми, неважно, государственные. Да, на самом деле у нас вот есть практика как раз, что у нас компании предоставляют свои кейсы и в рамках нескольких семестров такой проектной работы у нас эти кейсы студентами выполняются. Причем мы начинали с магистратуры, то есть это был такой industrial project. Он очень сильно, очень хорошо зарекомендовал себя и в итоге получалось, что количество компаний, которые хотели предоставить свои кейсы для решения студентами было выше, чем количество команд и студентов, которые мы можем собрать. Поэтому мы добавили еще аналогичный подход для бакалавров, то есть Capstone Project и соответственно команды точно так же приходят, рассказывают про свои кейсы, студенты голосуют за те кейсы, которые им понравились и в дальнейшем мы уже формируем команды. Просто сейчас получается, что если до этого у нас каждая команда самостоятельно создавала какую-то инфраструктуру, использовала, скажем, GitHub или GitLab, пыталась ввести какой-то Task Tracker, понятно, что про CICD не было никакого разговора, то сейчас как раз есть возможность вот эту экосистему использовать. Поэтому с точки зрения кейсов мы полностью открыты, естественно, кейсы должны подходить под те требования, которые формируются у нас, то есть это семь практических областей, которым должен соответствовать кейс как на программе баклариата, так и магистратуры. И, соответственно, мы, скажем так, наверное, последние четыре года работаем не с вымышленными кейсами, а именно с кейсами либо от индустрии, либо с кейсами от наших лабораторий, где тоже есть такая конкуренция в том, чтобы ребята решали определенные задачи для них. Спасибо большое за ответ, Евгений Сергеевич. Друзья, еще, пожалуйста, вопросы, может быть, комментарии, дискуссионные замечания. Да, пожалуйста. Здравствуйте, коллеги. У меня, наверное, к вам больше, Андрей, вопрос, но если другие участники тоже знают на него ответ, буду благодарна. Меня зовут Екатерина, и я учитель математики. И вот, исходя из того, что вы говорили, ну, наверное, у вас есть какие-то примеры классные кейсов, и исходя из того, что я как-то зафиксировал для себя, то в инновационной деятельности, как правило, участвуют такие передовые, активные учителя и такие же ученики. Есть ли опыт инновационной деятельности для тех учеников, которые, ну, так скажем, немного за границами внимания у учителей, и, может быть, есть какие-то инновационные подходы для тех, кто обладает низкой мотивацией, низкими образовательными результатами, потому что, ну, что студенты, наверное, достаточно активные включаются в такую работу, что педагоги, наверное, свои инновации в основном направляют на тех, кому больше всех надо и кто готов отзываться, а что делать с теми, кто не готов и не хочет. Есть ли такие примеры? Спасибо. Ну, надо сказать, что наше исследование было посвящено рассмотрению инновационных организаций, инновационных образовательных практик, то есть те, кто уже встали на этот путь. Если говорить о вопросах мотивации, то, мне кажется, здесь, с одной стороны, пример тех или иных инноваторов, тех звездочек, которые есть в образовательных учреждениях и их поддержка со стороны экосистемы, в том числе и финансовая поддержка и поддержка в виде рекламы, пиар-продвижения этих проектов, она может мотивировать тех, кто отстает на то, чтобы последовать по этому пути инноваций, но с другой стороны, я все-таки хотел бы подчеркнуть, что источником любых инноваций является сам человек, и если он этого не захочет, то ему уже никаким способом не поможешь, ему можно показать какой-то позитивный пример, но решение все-таки остается за ним, и вот вся та огромная инфраструктура, которая выстраивается, если нет вот этого драйвера, вот этого моторчика, человека, который хочет реализовать какой-то проект, создать что-то новое, то она будет оставаться мертвой, наверное, так можно ответить. Я хотел бы, чтобы все-таки нашим дискусантам еще какие-то вопросы задали, просьба. Коллеги, можно, к этому вопросу я подключусь, поделюсь. Евгений Тепарк, Челябинск. Мы в своей деятельности занимаемся популяризацией как раз-таки инженерных специализаций и IT-специализаций, и одно из таких проектов является это наша совместная деятельность с ассоциацией IT-компаний Челябинской области, где мы ходим по различным образованиям, чаще всего это школы, чаще всего это университеты и колледжи, и вот с колледжем есть такая проблема, чаще всего туда попадают дети, которые, ну скажем так, их не взяли бы никуда. Есть отдельные виды колледжей, где там степень мотивации, она просто близка к нулю, и мы на своем опыте поняли, что там нужно просто адаптироваться и просто показывать треки развития. Если человек понимает самостоятельно, что он может чего-то сделать и то, что у него процесс, вот его нахождение в объекте образования, он конечный, и после этого будет взрослая жизнь, которая требует собственного зарабатывания средств, самореализации и вообще как-то устраиваться в жизни, люди начинают задумываться, люди начинают как-то более или менее понимать, что им нужно чем-то заниматься. И вот мы, участвуя, проводя в различных объектах образования в этом мероприятии, в том, где самая тяжелая была аудитория с точки зрения мотивации людей, что им было вообще неинтересно, они просто висиживали свою пару, чтобы им там рассказали про IT в Челябинске и прочее, прочее, прочее. Когда они донесли эту информацию, ну, к нам в IT-парк пришли три человека и сказали, а можно у вас где-нибудь постажироваться? То есть это дает очень сильную мотивацию людям. И если вы будете с ними разговаривать на их языке и давать вот эту конкретную информацию, потому что дети сейчас очень сильно замотивированы на то, что они хотят заниматься своим будущим. вы на секундочку пропали, можно попросить повторить последнюю фразу, начиная со слов «дети заинтересованы заниматься будущим». Дети заинтересованы заниматься собственным будущим. Как вот наше взаимодействие с студентами и школьниками показали, они интересуются собственным будущим. И если вы им даете возможность посмотреть трек развития их личности, личной жизни, карьеры с помощью непосредственно математики, допустим, в данном случае, это с одной стороны сложно, с другой стороны легкий путь замотивировать человека изучать математику и выстраивать свою жизненную перспективу. Ну, я, наверное, добавлю, с нашей стороны в рамках проектных команд отлынить не получится, иначе студент просто получит двойку за индустриальный проект и будет очищен из университета, поэтому здесь как бы все строго. Но важный момент это то, что именно наши педагоги решают, как сформировать группы для индустриального проекта. То есть студент голосует за три топовых проекта, которые ему понравились, исходя из этих приоритетов, учитывая специфику студентов за первые полгода обучения на магистратуре или за первые полтора или год обучения на бакалариате, мы уже формируем команды. И команды стараемся сформировать именно сбалансированные, чтобы у каждого была возможность во-первых раскрыться, во-вторых у каждого была возможность скажем себя проявить и те навыки, которые у него есть, сильные стороны показать. Именно в таком формате мы работаем. Плюсом за каждой командой закреплен ментор со стороны университета и получаются любые вопросы и сложности в рамках работы с индустриальным проектом, общения с индустрией, команда всегда может прийти к ментору и задать ему вопросы. Ментор не помогает в решении технических вопросов, но он задает правильные вопросы, дает определенные советы с точки зрения организации команды, взаимодействия с заказчиком, чтобы как-то подбодрить студентов, дать им правильный вектор развития. Поэтому многие студенты претерпевая первые фазы шторминга в команде в дальнейшем благодарят и ментора, и индустрию за тот опыт, который они получили не только в рамках технических, но и соц. скиллов. Огромное спасибо, Евгений Сергеевич. Я думаю, что мы сейчас очень комплексно ответили на вопрос про мотивацию. Я думаю, тогда мы ответим на последний вопрос из зала, после чего будет заключительное слово докладчика. Очень коротко. Спасибо большое докладчикам за интересную тему. Поскольку у меня базовое инженерное образование и проект у меня тоже инженерный в классическом понимании лазерной технологии, хотелось бы услышать, были ли примеры, поскольку слово инженерный звучит, я так понимаю, в 90% в контексте IT. А мне хотелось бы услышать, были ли какие-то примеры именно таких классических, инженерно-конструкторских, какие-то инженерные технологии, лазерные, станки из ЧПУ, такое. И, в частности, может быть, мне наиболее интересно в приложении раннего инженерного образования, то есть дети, начиная с 10 лет и старше, то есть не только студенты. Спасибо. Так, это Евгению Поброву был вопрос? Ну, с нашей стороны, наверное, все-таки это относится именно к программной инженерии, здесь мы не говорим именно про станки, очень важно понимать, что сам по себе вот этот термин программная инженерия, да, или software engineering, который в Штатах используется давно, в России, он как-то выпал из контекста, потому что, если ты не работаешь руками с станками, то ты не являешься инженером. У нас, наверное, подход примерно следующий, то есть чем отличается инженер программного обеспечения от кодера? У нас, когда собираются студенты, бакалавры, в основном там 350 человек сидит в аудитории, я задаю вопрос, ребят, кто умеет разрабатывать, точнее, кто умеет кодить, поднимите руку, поднимают все, я говорю, а кто умеет разрабатывать по, да, то есть какое-то законченное решение, в команде. Нужно договариваться, нужно как-то распределять задачи, говорю, а кто умеет разрабатывать по, в команде по требованию заказчика? Остается очень мало рук, потому что здесь нужно и требования собирать, и правильно их приоритизировать, и понимать, что хочет заказчик, и делать презентации, демонстрацию экрана. И последний вопрос у меня, а кто умеет разрабатывать качественное программное обеспечение в команде по требованию заказчика? А качество — это и отказоустойчивость, и модифицируемость, и масштабируемость, и, соответственно, энергоэффективность в каких-то случаях. То есть здесь очень много решений архитектурного характера, которое влияет на развитие программных решений и продуктов. И, как правило, остается там один-два человека. В основном это либо слишком самоуверенные, либо те, кто слушал меня невнимательно в комнате. И поэтому, собственно, здесь вот мы как раз и проводим такую грань между просто разработчиком и инженером, который должен понимать полностью суть программного обеспечения. И когда он берет какую-то задачу, он должен понимать, как правильно реализовать тот или иной функционал, чтобы он органично вкладывался в концепцию всего программного решения. Я прошу прощения, я не ответил на ваш вопрос с точки зрения именно инженеров-инженеров. Но я постараюсь... Вы дали нам очень интересную ценную фишку педагогическую. Я думаю, многие коллеги могут взять ее на вооружение, адаптировать, как сразу держать в тонусе студентов с первого занятия. Большое спасибо. Теперь я передаю заключительное слово Андрею Петровичу. Еще раз хочу выразить благодарность нашим дискуссантам, особенно Евгению Крамаренко, который, меняя свои локации, тем не менее оставался с нами непрерывно на связи. Мне кажется, что наши дискуссанты дали нам возможность посмотреть на экосистему с разных точек зрения. Если говорить о Марине Садеевой, она предложила нам опыт такого регионального тимбилдинга и совместного регионального управления полом образовательных систем с перераспределением определенных ресурсов для увеличения эффективности работы этих региональных образовательных систем. Спасибо Евгению Крамаренко, который обратил внимание на вот эту ошибку выжившего, о том, что мы часто очень пиарим проекты, которые стартанули и достигли каких-то впечатляющих высот, но мало обращаем внимания на вот эту долину смерти инноваций, почему те или иные проекты на определенной стадии заканчиваются. И мне кажется, что это очень важный акцент. И вот тот опыт взаимодействия, опять-таки, с разными игроками, о котором Евгений рассказал, в том числе и с публичными библиотеками, он тоже, мне кажется, впечатляющий. Ну и, конечно, надо поблагодарить Евгения Сергеевича Боброва за тот, опять-таки, кейс, как мне кажется, комплементарного действительно взаимодействия, глубокого взаимопроникновения бизнеса, с одной стороны, там, соответствующих разработческих команд и компаний, а с другой стороны, образовательного учреждения Иннополис, потому что это действительно вот такая ситуация полигона, ситуация Ленин-Байдуин, когда студенты, там уже непонятно, то ли они еще учатся, то ли они уже работают. В общем, происходит совмещение этих образовательных и, соответственно, бизнес-практик, и это очень помогает в дальнейшем карьерном устройстве и придает значимость и ценность самим образовательным учреждениям, которые работают в таком тесном непосредственном контакте с бизнесом. Поэтому я думаю, что наша сегодняшняя сессия дала то, что вот у нас очень любит говорить Диана Олеговна, такой helicopter view, да, то есть взгляд сверху на образовательную экосистему, и думаю, что это поможет вам найти свое место в образовательной экосистеме. У нас как раз научный проект назывался мэппинг, то есть картирование инновационно-образовательной системы, но это картирование не просто для красивой картинки, а для того, чтобы соответствующие акторы этой экосистемы могли найти свой путь. Поэтому надеюсь, что наша карта даст вам возможность, ну, хотя бы задуматься, да, каким образом в дальнейшем этот свой путь в экосистеме выстраивать. Еще раз всем спасибо за участие. Огромное спасибо, Андрей Петрович. И я прям, подхватывая ваше финальное слово про карту, анонсирую наш сегодняшний дальнейший день. Сейчас у нас будет небольшой 10-минутный перерыв, и я предлагаю вам обратить внимание на стол, на котором еще есть бутерброды и пирожки. Мы за это время подготовим наш зал к следующей активности. Соответственно, наша следующая активность будет представлять собой деловую игру, которая как раз-таки поможет вам определить собственный путь инноватора в экосистеме поддержки инноваций. Затем в 13.30 у нас будет кофебрейк-обед, после чего в 14 часов у финалистов будут свои активности, а всех остальных гостей конференции мы приглашаем на небольшую лекцию, где разберем как раз те самые ошибки в подаче заявок на конкурсы. Немножко еще поговорим про ту яму, в которую мы можем не попасть, и у нас для этого все есть. Потом у нас будет еще одна небольшая деловая игра, и там мы вернемся к первому тезису нашей сегодняшней секции про важность коллаборации и правильного выбора партнеров для горизонтальных взаимосвязей. Ну и, наконец, после этого нас ждет очень увлекательный и волнительный финал с награждением. Так что ждем вас на наших следующих активностях. Всем спасибо. Да, коллеги, и я еще добавлю для тех, кто нас слушает в онлайне, большое спасибо вам за подключение. Мы на этом заканчиваем нашу сессию и ждем вас, может быть, очно в следующем году. Рады, что вы к нам подключились. Всем спасибо. Мы завершаем. Продолжение следует... Продолжение следует...